С января этого года плата за обращение с ТКО уже включена в ежемесячные денежные компенсации льготным категориям граждан, а также членам семей погибших военнослужащих, которые получают субсидии и компенсации по линии соцзащиты. Ветераны боевых действий право на льготы по этой статье утратили. Расходы на вывоз мусора им не компенсируются. Они получают компенсацию в части только жилищных услуг. А так как услуга ТКО – это коммунальная услуга, то у них ЕДК в соответствии с этом с января 2019 года уменьшилась. Но право на компенсацию расходов за обращение с ТКО появилось у многодетных семей, инвалидов, семей с детьми-инвалидами и ликвидаторов Чернобыльской аварии. Льготы в размере 50% установлены для семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума и одиноко проживающим пенсионерам. Доход последних не должен превышать 22 266 рублей в месяц. Он касается только семьи с детьми малообеспеченными и одиноко проживающих пенсионеров, у которых нет категории ветеран труда, ветеран труда Нижегородской области. За дополнительными разъяснениями можно обратиться в Управление социальной защиты населения Сарова по адресу проспект Мира, дом 15, кабинеты 114 и 132А или по телефону 98126-98132. Елена Грискова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.